Всем привет! В этом видео покажу, что делать, если на вашем компьютере или ноутбуке после первоустановки системы не работает интернет. И вот здесь, справа внизу, где должно было быть подключение к интернету по Wi-Fi, выбор Wi-Fi роутеров. У меня просто красный крестик и все. Я не могу подключиться к Wi-Fi. Давайте сейчас расскажу, как это исправить. А исправляется это очень легко. Нам нужно установить драйвера на нашу сетевую карту. Для того, чтобы это сделать, нажмем на мой компьютер или этот компьютер, в зависимости от версии системы, правой кнопкой мыши. Далее нажмем управление. И теперь перейдем во вкладку диспетчер устройств. Здесь, скорее всего, в разделе другие устройства у нас будет несколько устройств. У меня это всего лишь одно устройство. Это устройство с неустановленными драйверами. Нажимаем на сетевой контроллер правой кнопкой мыши и переходим во вкладку свойства. Здесь открываем вкладку сведения. В разделе свойств выбираем ID оборудования из выпадающего списка. И здесь по самому нижнему значению мы должны нажать правой кнопкой мыши и кнопку копировать. Сейчас мы скопировали как раз таки название тех драйверов, которые необходимы нам для корректной работы интернета. Теперь нам нужно найти эти драйвера в Яндексе. Я же воспользуюсь таким способом. Ставлю флешку в ноутбук, перейду в эту флешку, создам там файл, который назову драйвер на сетевую карту и вставлю туда это скопированное значение. Название моего драйвера. Закрываю файл с сохранением и вытаскиваю флешку, используя естественно безопасное извлечение, чтобы не потерять данные. Теперь вставляю эту флешку в компьютер, в котором уже есть интернет. Если у вас нет такого компьютера, то вы можете вставить флешку в телефон. На компьютере открываем нашу флешку и наш файл, который мы только что здесь создали. Нам по сути нужен только текст, который мы в него вписали. В этот текстовый документ. Копируем этот текст и вставляем его в Яндекс. В Яндексе есть целый список сайтов, на которых есть этот драйвер. Кликаем на первый же сайт и здесь ищем нашу версию Windows. У меня это Windows 7. Я вижу, что первый драйвер для Windows 10. Мне это не нужно. Второй драйвер идет для Windows 8 и 1. А вот третий драйвер как раз для Windows 7. Нажимаем скачать драйвер. Далее еще раз внизу нажимаем на кнопочку скачать. И теперь вверху уже нажимаем скачать файл. Все происходит скачивание. Нам надо этот файл теперь просто скопировать на нашу флешку. Это и есть тот самый драйвер, который нам нужно установить на наш ноутбук. Копируем этот драйвер на флешку. Тоже извлекаем флешку через безопасное извлечение. Вытаскиваем ее из компьютера. Возвращаем флешку в наш ноутбук. Открываем ее как папку для просмотра файлов. И теперь открываем наш архив с драйвером, который мы скачали. Нам нужно это все разархивировать. Для этого я просто создам папку на рабочем столе. Пустую папку с любым названием. Например, пусть это будет драйвер. Далее переносим все наши файлы в эту папку, которую мы только что создали. Пустую папку. Теперь мы можем закрывать флешку. Она нам больше не пригодится. Возвращаемся в управление. Диспетчер устройств. Нажимаем правой кнопкой мыши на драйвер. На сетевой драйвер. И нажимаем обновить. Выполнить поиск драйверов на этом компьютере. Выбираем второй пункт. Здесь нажимаем обзор. И просто выбираем папку на рабочем столе, которую мы создали. Папку драйвер. Нажимаем ОК. Здесь ничего не меняем. Просто нажимаем Далее. Выполняется поиск драйверов. И потом установка драйвера. Все. Готово. Нам больше ничего не нужно делать. Остается дождаться окончания установки. И вот теперь мы видим, что драйвер установлен. Мы можем проверить это. Ведь справа внизу у нас теперь снова доступен Wi-Fi. И в нем отображаются доступные Wi-Fi подключения. Отлично. Мы сделали интернет на нашем ноутбуке. Ну что, спасибо за просмотр. Если видео было полезным, поставьте ему лайк и подпишитесь на этот канал. Здесь будет еще много полезных роликов. Всем удачи. Пока.